Хабаровскому краю необходим прозрачный рынок и конкурентная борьба в сфере строительства. Об этом было заявлено на заседании в правительстве региона. На встрече присутствовали представители организаций, которые ведут строительство значимых социальных объектов в крае. Так, на многих стройках сейчас идет отставание в освоении государственных средств, что тормозит процесс строительства в репортаже Натальи Приходько. Более 40 социальных объектов сегодня строятся в Хабаровском крае. Среди них детская поликлиника в прибрежном районе Хабаровска, детский больничный комплекс и региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, школа в селе Найхин Нанайского района. По словам подрядчиков, они столкнулись с нехваткой кадров из-за распространения COVID-19. Кроме того, процесс замедляет ошибки в проекте. В большинстве случаев документы приходится переделывать повторно. Связано с действительно очень низким качеством проектно-смертной документации. Непонятно, как проводится общая государственная экспертиза по этим государственным объектам, почему мы, как подрядчики, начинаем страдать от нехватки средств, почему никто не отвечает за это дело. На строительство объектов в этом году выделено более 9 миллиардов рублей, большая часть которых – средства федерального бюджета. Временно исполняющий обязанности губернатор отметил, что средства осваиваются плохо. Необходим прозрачный строительный рынок, где компаний получали бы подряды в конкурентной борьбе и строили объекты не только с государственным участием, но и в коммерческом секторе. Компании, которые занимаются исключительно освоением бюджетных средств, для меня это всегда подозрение, да и не только для меня. То есть вот компания, она специализируется на господрядах и постоянно ходит с протянутой рукой. Это так не пойдет. Также речь шла о том, что в Хабаровске работает только один кирпичный завод. Отсутствие рынка может сказываться на цене строительных материалов. Краевые власти готовы поддержать инвесторов, которые решат вложиться в производство кирпича и других стройматериалов.